Дай почитать. Своебразный сатирический пересказ – перевод средневековых мистических историй. Название книги заимствовано из переписки Вильгельма из Эбельхольта и представляет собой собрание анекдотов в старом смысле слова, то есть коротких рассказов о примечательном случае. Писатель использовал тексты авторов, до ныне не переведенные на русский язык, и честно признается, что не дает точных переводов, а дает пересказы, в которых старается соблюдать краткость и не слишком отступать от тона, свойственного оригиналу. Итак, книга состоит из 14 глав, например, такого названия о мешках, гробах, кроватях и всякого рода емкостях, а также о том, что с ними и в них происходит, или о том, что творится ночью, или о чудесных статуях и головах, и, среди прочего, о браках с языческими божествами. Книга погружает в далекий мир нам неведомого средневековья, в эмоции, представления, переживания живших в то время людей. Бывает нелепо, смешно, наивно, отвратительно, поучительно. Ну, например, один послушал кукушку, накуковавшую ему 22 года, и расфасовал их так 20 лет на беспутство и два на покаяние. Но Господь наш, нелюбящий всю эту народную фенологию, оставил ему два на беспутство и отнял остальное 20. И все это кончилось горько, но поучительно. Удивительного простодушия люди. Или еще пример. При смерти он велел друзьям, чтобы все его золото сплавили в один ком. Друзья спросили, зачем? Я знаю, сказал он, что мои родичи, радуясь моей смерти, разделят мои сокровища. Если же сплавить все вместе, они друг друга перебьют. А как вам жутковатая история про женщину в белом платье, с бледным лицом, по вечерам, молча глядящую из-за забора на людей. А, между прочим, она живет на кладбище. И все люди, на которых она смотрит через 7 дней, умирают. Вот такие они средневековые забавы. 12+. Дай почитать. Субтитры создавал DimaTorzok